Бокер Тов, доброе утро дорогие друзья! Начинаем наш второй урок в понедельной главе Торы Ахарей. Здесь рассказано о том, что человек, который зарежет жертву, не принеся ее в святилище, на жертвник храма, то человек будет виновен. Душа его будет от урода от народа своего. Здесь имеется ввиду мирные жертвы, которые мы едим. Когда не было храма, жертвы приносились там, где считали нужным первенцы. Они были тогда священниками и это елось там, где они считали. Можно было все это делать. Но теперь, когда есть храм, жертвы приносятся только в храме. Кровью окрепляется жертвенник. И действительно мясо человек забирает себе домой, может есть его в каких-то случаях. Есть его до полуночи, в других случаях можно есть два дня и ночь между ними. Так выполняются мирные жертвы. И в пустыне только так можно было есть мясо. Что касается просто, поесть мясо человек хочет, то разрешает, пожалуйста, режьте, ешьте, где вам угодно и ешьте. Но это не жертвоприношение, это просто мясо для еды. И не пишется, что должно храниться день или два. Храните его больше, сколько хотите храните его. Или сохраните его, допустим, в холодильнике, в морозиловке. Или, допустим, тогда не было такого, так можно было солью засыпать. Но, что касается жертв, ни в коем случае. И, мало того, душа всего живого в крови. Кровь жизненносила и скупает. В общем, человек режет животное, кровь сливается на землю и присыпается землей. Наши мудрецы говорят, что такой же почет, как бьется мертвому телу, его закапывают в земле, то также нужно присыпать и кровь. Она имеет огромное значение. Это душа. Это то, что Всевышний нам подарил. Он подарил две души. Одну подарил нам кровь. Это животная душа. И вторую душу он вдунул в ноздри дыхание жизни и стал человек существом живым. Вот это божественная душа. Вот так это работает. Что касается других жертв, то же самое. Не только жертву мирную. Все жертвы мы приносим только в храме. Только. Есть разница, как они приносятся. Мы уже не раз говорили, что если эта жертва грехочистительная, то кровью мажется рога жертвенника. И жировые части сжигаются. Остальное коины обязаны есть, чтобы скупить грехи человек, который приносит грехочистительную жертву. В случае сожжения коины ничего не едят. Шкура остается коину, который ее резал. И животное полностью сжигается. Делится на четыре части. Сжигаются жировые части. Сжигается. Туша сжигается. Это сжигается полностью жертва. Только нечистоты выбрасываются. А что касается мирных жертв, то люди едят домой и забирают их. Вот так вот. Повинные жертвы так же, как грехочистительные коины должны есть. Вот так вот. Все на сегодня. Значит, урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хаямалка бот Йосин, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Зазроя Светлана бот Клара, Гитл бот Мирьям, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перв бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софьев, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Искак Шимон бен Бейла Моттл, Фира бот Анна, Гитл бот Мирьям. За хороший дух Арону Риаби Двойра, Низ бен Нахум, Авигаль бот Сара. Пусть закончится скоро эта война. Записывайте мой канал, ставьте лайки. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok